сегодня мы с вами поговорим о приготовлении шампанского в домашних условиях но при этом основной акцент я смещу на те проблемы и сложности с которыми вы можете столкнуться в процессе и так начинаем здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградарству и виноделю зовут меня светлана я биолог по образованию виноградарь и винодел по призванию с нами все это понятно и доступно пару слов о том что за напиток такой шампанское справедливости ради нельзя любой игристый напиток называть шампанским шампанским может именоваться только то что произведено в шампане и строго по определенной технологии хотя конечно все постсоветское пространство привыкло к тому что любой игристый напиток это шампанское но мы с вами будем стараться все-таки называть вещи своими именами и будем говорить о производстве игристых вин в домашних условиях и так что же это за такие вина это вина с пузырьками но происхождение этих пузырьков это не искусственная газация это другой тип вин это газированная вина в игристых пузырьки образуются за счет брожения пару слов теперь поговорим о том какую ягоду и какой виноград мы можем использовать для игристых вин все высокоароматные сорта мускатные все вот эти вот кто боится ай-яй-яй лабруска прибалтийская селекция белорозовая американская ягода белая розовыми просто нету то есть там бриана на нас это все шикарнейший материал для игристых вин они высокоароматные и вот это вот газация она позволяет сохранить эту ароматику она позволяет ее приумножить и получаться обалденно классные такие насыщенные и знаете правильно слово будет понятные напитки вот вот это будет именно очень правильно слово потому что если мы берем в магазине некоторые игристые вина французские может быть и испанские тоже просека иногда читаешь там описание персид и там цветы и думаешь ну сейчас вот ты получишь такой обалденно классный букет делаешь глоток и немножко не понимаешь а а где что он даже немножко отвлекусь не так давно покупали французский креман с мужем попробовать но в любом случае нам надо пробовать другие напитки чтобы понимать а в какую сторону мы идем да к чему нам стремиться чего добиваться и так далее ну пробуем ну как там реально непонятно читаем описание там говорится что вот во втором носе там вот запах хлеба хлебной корки ли сдоб ну что-то до хлебные нотки мухали мы мухали мухали мы мухали ну наверное сразу 15 что-то очень отдаленно у них и то есть не все вот эти напитки могут быть понятны простому обывателю а вот то что мы делаем из вот этих высокоароматных сортов повторю еще раз это понятно это то что вот любому кто слабо разбирается винах напиток будет приятно что яркая ароматика и это ведь не добавленная ароматика это не какие-то там ароматизаторы дрожжи еще что-то это то что есть виноградные ягоды просто мы правильно это упаковали и итак значит мы можем использовать высокоароматную ягоду можем ли использовать другую да можем тут нужно пробовать здесь мы сами себе хозяева и мы можем опять же пробовать смешивать все что угодно как угодно в любых пропорциях и подбирать то что будет интересно нам классно очень для мускатов потому что мускат и с ним вообще проблематично работать наверное в этом сезоне может в следующем будем отдельно про мускат и говорить потому что сохранить мускатный аромат это не так просто и вот игристые идеально просто идеальная история для всех мускатов а касательно темные ягоды можно ли использовать в принципе можно но надо понимать что например такие сорта как каберне хотя где-то мне попадались игристые вина в состав которых входит каберне но там только по белым только отжимая сок если мы начинаем это сбраживать на низге то все-таки там много танинов много вяжущих веществ оно получается такое плотное и будет тяжелый напиток игристые у нас это это легкость это легкость это свежесть а там немножко другое поэтому в теории использовать можно но либо делать по белому либо очень очень мало держать на миске хотя например тот же пенонуар это вообще сорт который входит в классическое шампанское но там его делают по белому в принципе можно по розовым либо но в домашних условиях мы можем немножко подержать на низге до того момента когда нас легко отдается сок на тоже немножко переходим к технологиям еще какими свойствами может обладать или должно обладать виногральная ягода для приготовления игристых и вот смотрите все что у нас с низкими сахарами идеальнейший и идеальнейший вариант для игристого почему потому что опять же часто говорят вот сахара мало будет мало спирта вино будет плохо храниться вот тут она будет замечательно храниться потому что углекислый газ является консервантом здесь все закрыто и все идеально кто не гонится за спиртом кто не гонится за шумом в голове хотя игристые они могут быть несколько такие коварные да и как раз таки они могут давать легкий приятный шум что вот если у нас низкие сахара это идеальный вариант если у нас несколько повышенная кислотность ягод это тоже идеальный вариант потому что игристые они любят кислоту игристы они любят эту свежесть в сочетании с углекислым газом с этим всем получается именно такой свежий приятный хрустящий напиток и уже прошли те времена когда вот блюд считался кислым так делали просто не знаю там чего опять же чуть-чуть отвлекусь на эту тему бывает вот заходишь в магазин полка с игристыми и люди выбирают ой нет блюд это кисло вот блюд это не кисло это не сладко и ультрабрюты испанские кавы с вот ультрабрюты это обалденная вещь вот вот кислота там это очень хорошо и она там она там красиво она там хорошая вкусная то есть если у нас например ягода несколько недозрела то игристы это тоже классный вариант но теперь переходим непосредственно к технологии значит как это все готовит первый этап они абсолютно такие же как и у обычных тихих не газированных вин можем делать по белому если наше оборудование наши возможности это позволяет можем делать по украсным смотрите все что мы делаем мы делаем по красному мы делаем изображение на мозге может если кто-то смотрит ролик первый раз кто-то не совсем понимает о чем я говорю белая технология это когда отжали сок сбрасывает только сок красная технология это когда из отображение на шкурках на косточках потом это отжимается и дальше сок дображивается либо он уже полностью выбрать на этих шкурках мы делаем все с брожением на мозге мы делаем все по красной технологии почему потому что белая технология в домашних условиях не совсем удобно и есть отдельный ролик по этому поводу есть отдельный ролик по теме как делать вина из белого винограда кому интересно в описании под видео я оставлю то есть проговорили да первый этап абсолютно такой же дальше у нас существует есть некоторое ответвение но в принципе два принципиально две принципиально разных технологий которыми мы скажем так газируем наши игристы первое это классическая технология то есть у нас есть сухое вино она полностью выбрать она полностью прошло все нужные ему этапы мы можем даже выдерживать несколько лет если в том есть необходимость мы можем потом смешивать несколько разных вин до под наш вкус кстати у классического шампанского часто бывает что нет угодно выпуска потому что смешивают разные винтажи чтобы продукт был примерно всегда одинаковым стабильным смешали и потом запустили на вторичное брожение и так сухое вино туда добавляется сахар и дрожжи сахар вносится определенным способом в виде ликера чуть-чуть позже об этом поговорим вносятся дрожжи все это заливается в бутылку закрывается и там просят в промышленности ответвление этого способа это брожение в огромных чанах в картофорах там же есть непрерывный метод но суть так что есть сухое вино добавляем сахар добавляем дрожжи технология номер два самая древняя технология называется еще деревенский метод дедовский метод метод ансистраль и там готовят напитки которые называются пятнаты когда у нас недоброженное сусло там еще есть сахар там еще есть те же дрожжи которые бродили изначально мы заливаем в бутылку мы ничего не добавляем эту бутылку закрываем там дрожжи завершает свою работу все то есть вот два таких принципиальных способов а теперь давайте поговорим про достоинства и недостатки каждого из этих методов классический метод казалось бы все просто но что там может быть нам неудобно это время да нам надо ждать показано полностью добро возит пока она полностью осветлится готовить ликер ликер готовится на этом же вине добавляется от 50 до 60 процентов сахара туда он кстати очень плохо растворяется и там чуть ли не неделю надо ждать что все это растворилось есть вопрос с дрожжами хотя можно пойти магазин купить специальные дрожжи для шампанских вин для игристых и но вообще правильно их вносить как бы не сразу да а их надо запустить в свежее сусло свежий виноград чтобы они там побродили немножко поработали активизировались и только тогда добавлять могут быть некоторые нюансы хотя я думаю что в инструкциях опять же к культурным дрожжам все это расписано можно посмотреть почитать и да может не все так сложно как я вам рассказываю что касается 15 чем хорошо ничего не нужно делать ничего не нужно добавлять на все просто залил и забыл но есть нюансы смотрите у меня специально две бутылки 15 и даже не принося близко к камере мы видим что прозрачность у них несколько разное мы помним что нам надо туда залить бродящее сусло и вот как бы для осветления сусло надо определенное время а особенно плохо осветляются сусло белое как правило когда нам надо заливать бутылку она еще все как как молоко сейчас ставлю небольшой кусочек так как я снимал процесс после снятия миски мы проводим замеры смотрим остаточный сахар понятно что это будут не точные данные но тем не менее какой-то ориентир и вот после снятия с миски у нас есть одна очень важная тонкая смотрите в бутылях не видно поэтому я буду наливать и вы будете видеть сусло оно мутноватое да но четко видно вот ведерки в носике что есть разделение по фракции есть более светлая а вот на самом носике более светлое более темно то есть через сутки сусло немножко отстоится и вот тогда мы принимаем решение надо нам его дополнительно осветлять или нет и чем раньше мы займемся процессом осветления клейки тем лучше потому что не всегда это происходит мгновенно а нам надо разлить на остаточных сахарах поэтому вот из практики бывало когда запас там а я еще успею нет можно не успеть или очень торопиться потом думать ой не оклеила что делать что делать поэтому идеальный вариант сутки можно было бы и сразу но смотрите вот почему я показывал вам процесс вот когда велась и вот идет разделение то есть вот ведерко постояла пока прессовали и у нас уже какой-то осадочек осаждается поэтому мы чуть подождали посмотрели на конечно у меня бутыли в корзинках неудобно надо будет кому-то их достать чтобы было видно смотрели тогда приняли решение надо либо не надо вот смотрите сусло несколько отстоялось да но все равно мы видим она очень мутное если бы мы делали сухое вино постепенно отстоялось и осветлилось мы делаем 15 нам надо остаточный сахар и мы можем не дождаться пока она светлится ну либо когда она светлится уже сахарные дрожжи съедят поэтому мы помогаем и поэтому мы оклеиваем вот с таким суслом уже уже хорошо работает данные не идеально прозрачное но уже не молоко с таким работать хорошо и смотрите у нас тут два варианта развития событий с одной стороны мы можем заливать вот такой модный поток чтобы только у нас дальнейшем выпадет осадок и когда мы все будем потреблять то он будет заболомочиваться да и у нас все будет мутное конечно есть еще такой такая технология да она очень применима к классическому шампанскому но можно это применять и для пятнатых называется ремюаж это горжаш что мы делаем в процессе ремюажа мы постепенно перемещаем бутылку горлышком вниз вот этот вот осадок у нас сгоняется на пробку потом мы ее открываем осадок вылетает мы заполняем еще этим же суслом да точнее уже вином либо можем в тот момент добавить сахар вино с сахаром если мы хотим сладкий вариант и от этого осадка сбавится то есть это сделать можно но смотрите опять же если сусло вот такое как я вам показала то осадка будет много то есть вот здесь смотрите я поднесу поближе видите осадка совсем чуть-чуть и в принципе я могу вообще ничего с с ним не делать мне он потом бутылки не сильно будет мешать это тонкий дружевой осадок а даже здесь его несколько больше вот смотрите я взболтала да видно такие вот частички плавают а то есть в идеале сусло для таких вещей осветлять и вот здесь у нас самый первый наверно один из таких самых неприятных подводных камней потому что бродящие сусло осветляется плохо и иногда вот можно классно попасть и его осветить а иногда мы прям реально это сложно добавляешь добавляешь смотришь она не осветляется не осветляется не осветляется вот и это и это было осветлено видите результат ну конечно я здесь сейчас болтала но все равно изначально результат был виден что оно разное и очень важно если вы решили делать 15 если вы решили сусло оклеивать вот как только смыли сняли вообще делать это как можно раньше если бродим на мозге смыли сняли и сразу же начинаете осветление потихонечку понемножечку добавляем смотрим результат потому что бывает это занимает очень много времени а мы помним что нам надо словить остаточный сахар может случиться так что пока мы все осветляем у нас уже дрожжи весь сахар смели все это в прошлом сезоне нас так получилось что у меня маленький ребенок я много чего не успеваю сейчас я буду и 3 до в прошлом году и сколько было в это время не мая и пока я там что-то осветляла пока я еще чем-то была занята дрожжи практически весь сахар съели потому бутылки залили газация была очень очень слабая то есть нам нужно заниматься осветлением как можно раньше чем осветлять раньше я все оклеивала желатин желатин довольно неплохо оклеивает бродящее сусло но тут вот сразу будут вопросы а сколько какая дозировка вот понимаете разные сусло нам берет по-разному и тут только индивидуальный подбор почему я говорю что это это сложно это есть ну подводный камень такой очень серьезный и я вам сейчас об этом говорю потому что проблема есть самое важное не бахать всю дозу сразу пробуйте постепенно вообще вот на нашей кожи несколько лет не практики примерно 10-15 грамм желатина на 10 литров сусло получается но бывает так что мы вы переклеим и она вот будто на мутно и все мы добавляем желатин она еще более мутно и какая-то ерунда получается хорошо по желатину работать бентонитом либо агар агаром вот когда они вместе вот тогда как правило они работают хорошо и вот в прошлом году тоже мне плохо оклеивалась поздно я это начало делать и потом сверх желатина я добавила бентонит получилось классно получилось очень идеально прозрачный кристально вот я уже в прошлом году выпускал ролик по этой теме на принципе по оклейке правда там интересное позволить чуть отвлечься когда начали говорить а зачем ты осветляешь бродящее сусло а зачем такие конские дозы бентонита потому что мне так надо потому что я делал определенный напиток игристый мне надо чтоб сусло было более-менее прозрачное к сожалению некоторые люди слушают немножко не те места ладно отвлеклась так вот после желатина бентонит работает классно в этом сезоне я решила что ну может но его желатин я попробую бентонитом еще сразу скажу бентонит бентониту рознь вот у меня был какой-то просто бентонит вонючий до ужаса но работал он ну так достаточно хорошо в этом году я купила крутой бентонит кларис кларис или кларинс разводится идеально просто песня как он классно разводится как вот по сравнению с той каши малаши вонючий это такой ну прям такой хороший классный работает он плохо ну вот не нравится сколько я его добавляла ну вот вот результат как бы здесь у меня еще получилось что-то наколдовать а здесь так себе не очень и один бентонит работает плохо потом по бентониту я работала желатином но лучше наоборот вот ну я вам просто говорю как как лучше уже исходя из своего опыта ну конечно вы можете попробовать вообще ничего не оклеивать потом сгонять этот осадок тут уже как говорится хозяин бани и еще такой нюанс что когда мы работаем бентонитом часть дрожжей он тоже осаждает дрожжей получается меньше и соответственно газация тоже потом может быть меньше так последнее проговорили еще один подводный камень это когда залезут руки это тоже такой очень сложный момент почему потому что остаточный сахар точно мы не измерим вообще ничего в домашних условиях мы ничем не изменим единственное что смотрите вот поплавок этот маленький вот этот виномер сахаромер который нифига не точно который вот вот он более менее покажет ну да парадокс если мы там видим один процент то в принципе вот это идеальный вариант для розлива в бутылке касательно большого ориометра который меряет плотности вот я сталкивалась тем на спирт начинает уже подниматься до его там процентов 9 10 и уже ориометр реагирует на него отпускается ниже нулевой точки или на нуле а я вижу что сусло еще бродит я на вкус чувствую что сахар там еще есть немножечко вот сложно то же самое рефрактометр рефрактометр реагирует на спирт если например у вас изначально сусло было 20 то в конце вы никогда не увидите но вы видите 4 ну и тут можно ориентироваться так примерно что если сусло было 20 вам сейчас рефрактометр показывать можно заливать бутылку хотя когда-то я залила на восьмерке я просчиталась я залила на восьмерке и у меня все было хорошо но понимаете тут еще мы можем столкнуться если сахара слишком много может создаться слишком большое давление и мы получим разрыв потолки вот это тоже надо иметь ввиду вот как и на что ориентироваться есть конечно там всякие различные калькуляторы таблицы пересчетами даже может в прошлом году кто-то сбрасывал вот какую-то программу она вроде работает но когда вводишь некоторые данные она все она работает неверно поэтому на что ориентироваться в идеале на маленький да он кривовато показывает если вот там вот один два процента вот полтора еще один-полтора нормально можно заливать бутылки все должно быть нормально рефрактометра если вот другого ничего нету повторю что если у вас изначально 20 то где-то на пятерке конечную можно заливать если начальный 17 вообще хороший сахар 17-18 15 потому что опять же зачем нам большой алкоголь для чего моя цель не не напиться не чтоб шумела в голове моя цель получить вкусный напиток и чтобы спирт там не чувствовался если там чувствуется спирт для меня это фукака ну я такая все моя цель такая поэтому если там где-то 17 было сахара 18 то конечно в разуме 4 на рефрактометре вполне можно заливать можно пробовать но смотрите если вот вы не забиваете себя сахаром если вы пьете чай с сахаром ну там с одной ложечкой или вообще без если вы пьете сухие вина то ваши рецепторы они способны почувствовать вот этот конечный сахар особенно если сусло не слишком кисло все вы пробуйте чувствуете что да как бы во первых видите брожение замедляется уже затвор не стреляет а только чего чуть-чуть развернут там легкая пенка да вот чуть-чуть сахарок чувствуется можно заливать но если вот вы забиваете себя сахаром везде то вы просто этого не почувствуете к сожалению так вот можно немножко опираться на эти вещи и все вот засекли нужно нам сахар в бутылки залили и закрыли смотрите что еще важно еще важно чтобы изначально у вас сусло бродило при достаточно низких температурах градусов 12-15 ну по возможности вообще когда-то классическое шампанское первый раз видела в городской квартире при температуре 20-22 ну так получилось но если у вас есть возможность держать в прохладных помещениях то надо держать в прохладных помещениях 15 даже 12 даже 10 градусов это идеально почему образуется совершенно другой пузырек он образуется медленно он образуется мелко он растворяется в жидкости и потом вы получаете долгую игру пузырька в бокале вы получаете этот пузырек нежный мягкий ну это совсем другой напиток вот если хотите понять о чем я говорю сходите в магазин не пожалеете денег купите испанскую каву и желательно чтобы там было хотя бы шесть месяцев выдержки на осадке вот вы поймете о чем я говорю и сравните с обычным а-ля советским шампанским все станет понятно то есть брожение должно быть при достаточно низких температурах и вот если мы делаем 15 то нам надо не делать шок для дрожжей примите когда мы загнали в бутылку для них это и так шок и стресс и если они у нас бродили например при 20 градусах а то еще при 25 а мы их потом в 15 загоняем и мы такие ну чё вы хотите чтоб мы там бродили то нам плохо вы если зимой полетели куда-нибудь в жаркую страну на море назад вернулись довольно холодно вроде отдохнули а работоспособности никакой примерно то же самое то есть изначально желательно держать сосла при низких температурах когда у нас будет хороший мягкий пузырек тоже касается и классического метода если мы там используем допустим культурные дрожжи они уже должны быть заточены под нужную нам температуру да если мы используем натуральные дрожжи а мы можем это делать например каким образом смотрите в этом году мы поставили но сухой она у нас выдерживается до следующего урожая наступил следующий урожай мы сняли ягоды отробили их на поставили в какое-то место чтобы они забродили можем использовать такую закваску но закваску мы делаем опять же при довольно низких температурах примерно при тех же которых и дальше она будет брать бутылку диапазон где-то 10-12 градусов это будет идеальный вариант пару слов про бутылки я перед вами сейчас кручу да и специальные бутылки для игриста специальной пробки для пробки не надо специальное оборудование у купорщик да и у всех это есть вот вы сейчас сидите дома на диване смотрите мой ролик да и думать а может мне как бы попробовать сделать да а потом так это надо купаривать или купить на это надо где-то эти бутылки достать можно работать только не вот такие с гибельной пробкой они конечно стоят не как крыло самолета но достаточно дорого ну может вы покупаете например иногда пива в таких бутылках они выбрасывать могут очень даже пригодится и знаете чего ничего хороши не пропускают если вы ошиблись с сахаром а а а и бутылки создается избыточное давление вот эта вот бюдельная пробка она при определенных запретенном давлении начинает пропускать и начинает чуть-чуть шипеть для вас это знак и сигнал вот здесь у купорина все очень плотно и смотрите но вот эти токи это бутылки был то есть мы берем там простые нити нам сыграть когда пьют какие-то известные нам подходящие то есть вот этот только был и вот эта бутылка не самое лучше она выдерживает не самое большое давление 2 в 15 по моему норма три с половиной атмосферы в классическом шампанском около шести и вот к классику бутылка может не выдержать и хорошо если рванет пробка но если рванет стекло это травма просто имейте это ввиду и в идеале использовать вот такие бутылки смотрите дно толстая вот вам для сравнения две бутылки они по весу вот когда не наполнен на даже и наполнены очень ощутимая разница вот это очень важный момент ввиду что по возможности если мы используем такие бутылки чем они толще чем они тяжелее тем лучше я вам сказала что он немножко пропускает и для нас какой-то момент это может быть благо и есть еще такие бутылки без пластик бесполезно он не держит практически чуть-чуть давление держит потом не пропускает и еще были данные от одного из подписчиков что вот такая вот бутылка с углами она прекрасно вырывается даже при наличии такой пробки которая казалось бы должна пропускать а то есть бутылками есть нюансы и смотрите если вы вот вы хотите попробовать да вы хотите сделать у вас сейчас нет хорошей коллекции тяжелых увесистых бутылок да что делать в таком случае смотрите для чего я сейчас опять же вам рассказывать нюансы я говорила что сегодня мы разговариваем о сложностях о трудностях с которыми вы можете столкнуться если допустим у вас есть у купорщик всего с этим работать но бутылки достаточно тонким будьте осторожны с сахаром а особенно по классической технологии добавьте меньше чем положено в частной экране я вам пропишу как бы что что советуют учебники как добавлять ну тот же сироп там кто-то горит а 60 процентов кто-то 15 сделать и 50 процентов во первых сахар легче разводится что 60 вот неделю ты ходишь мешаешь мешаешь они разводятся не разводятся никак то сделайте 50 сделать тем меньше давления на всякий случай и особенно если бродить будет в довольно теплом помещении чем холоднее я уже говорила тем давление ниже углекислый газ он просто растворяется и ну тогда нам все проще банальный пример мы шампанское чтоб не стреляла не шипело фонтаном ну и что делаем его охлаждаем вплоть до того чтобы морозилочка на полчаса поэтому и если она бродить будет при низких температурах то все будет гораздо спокойнее сколько бродить примерно месяца два это все должно бродить ну и дальше его можно держать в бутылках достаточно много смотрите касательно пятна так ну как бы нет таких особых данных рекомендаций когда их можно выпить но в принципе пятна такие молодые и не часто свои гриста вина открываем уже на новый год мы делаем для того чтобы на новый год их открыть к тому же вся вот это вот наша ароматные ягоды да они прекрасно уже раскрывать свой аромат и мы получаем классный суперский напиток но мы можем их поддержать похоронить в том числе и на осадке когда производится шампанское игристые по классической технологии одним из моментов этой технологии является как раз таки выдержка на осадке чтоб не соврать по моему для шампанского или 12 или 18 месяцев минимум для креманов по моему от 9 считается что именно выдержка на осадке привносит напиток определенные ноты маслянистые ноты сливочного масла ноты хлебушка вот это вот все и именно тему цене на этот напиток удерживать на осадке ли вы не удерживать вы уже смотрите сами опять же тут мать и мы работаем с определенными сортами мы работаем с определенной ягодой и всем ли это пойдет или не всем надо пробовать но скажу вам так что но скажу вам так вот по итогам прошлого сезона например игристая реформа зигиреба мы не снимали с осадка мы решили как бы ничего с нашими грейстыми вообще не делать вот последнее начале сентября даже середина сентября была я вам показывала этот ролик мы выпили обалденно классно обалденно в вкусно все ароматы сохранились все было замечательно ну опять же вот сколько каждый грейстый вино сможет прожить в какой момент она как бы умрет да никто не знает минимум год все прекрасно живет ну а дальше уже надо смотреть повторю мы можем выдерживать на осадке либо мы можем от осадка избавляться каким образом в промышленности есть такая штука пивитр такая а-образная полка с отверстиями куда ставится бутылки под определенным углом их крутит 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 и осадок у нас спускается на пробку потом мы от него избавляемся как избавиться от него в домашних условиях есть отдельный ролик там покажу как в принципе чтобы не наделать сильно грязи да не наделать безобразие дома можно это сделать способ простой способ удобный способ доступно хотя для меня каждый раз волнительный опять же смотрите снимается этого осадка либо не снимать вы решаете сами да будет напиток мутноватый вот я специально сбаломучиваю ну что ну что ну вот мутноватый извините там же не какашки плавают ну на кедрожевый осадок взмутился и что с того это все вещи натурального происхождения поэтому можно от этого и не избавляется тут уже выбор за вами и смотрите еще такой у нас если мы хотим сладенькое у нас есть два варианта первый но там очень сложно словить момент то есть мы заливаем допустим тот же 15 на достаточно еще высоких сахарах спускаем осадок на горлышко в определенный момент мы от этого осадка избавляемся а сахар у нас еще не доброжен до конца и мы его оставляем но понимаете у нас есть трудности как определить то есть по хорошему нам надо много бутылок мы периодически ходим открываем пробуем понимаем что вот сейчас для нас как бы самое классно удобно поэтому мы с осадкой снимаем сложно ну можем можно пробовать вообще домашнее виноделие и в принципе виноделие это широчайший спектр экспериментов просто широчайший момент номер два опять же мы избавляемся от осадка и доливаем туда вино с сахаром все так делают полусухие полусладкие игристая промышленность пожалуйста тоже это можно сделать когда мы от дрожжевой осадкой избавляемся то уже там грубо говоря бродить некому ну даже если будут какие-то остаточные процессы они будут очень-очень маленькие еще один из способов который применим к мускатным сортам это производство асти спиманта мускатный сорт у нас бродит и мы его бесконечно оклеиваем и снимаем с осадка оклеиваем и снимаем с осадка я часто привожу эту технологию и когда у меня спрашивают я снялся осадка у меня сусло перестало бродить ну так молодец то количество дрожжей уменьшил и удивляешься все логично и закономерно зачем это делать вопрос вот если вы делаете асти спаманта вот там оклеивают и снимают оклеивают и снимают мало того что уносят дрожжи уносят и питательные вещества для этих дрожжей и в какой-то момент наступает то состояние сусло когда дрожжи уже там кушать нечего и бродить они там уже не могут заливаю эту бутылку в этот момент в сусло еще растворено для кислогаза и например если мы не до конца уносим эти дрожжи мы не до конца заберем у них еду в бутылку залей оно там еще немножко долгазируется и при этом у нас будет достаточно сахар тоже можно делать экспериментировать один год я так делала да несколько муторно пробовала я это на зигире бы оклеивала наверно раза три дозировки опять же все подбирается индивидуально но помните что вот я вам говорю общее где-то вот 10-12 грамм желатина на 10 литров то есть начинаем 2 грамма 2 грамма 2 грамма по чуть-чуть оклеиваем снимаем оклеиваем снимаем ну надо смотреть опять же на состояние сусло и ну получилось в общем-то довольно неплохо хотя зигире бы есть одна такая небольшой недостаток лично для нас мы мало кислоты вот там хочется чуть-чуть побольше но получилось классно получилось интересно тем более это была первая проба пера то есть что касательно сладких тоже я вам огласила какие варианты могут быть конечно для кого-то может показаться это все слишком сложно зачем с этим возиться и так далее но я вам скажу честно и откровенно овчинка стоит выделки и вот в этом сезоне мы делаем достаточно много игристых и в принципе будем делать достаточно много игристых потому что получается классно получается не просто классно а очень классно и я в ролике сегодня говорила что это напиток который абсолютно понять не надо искать ароматику там не надо думать что оно какое-то там кислое или что-то еще получается реально классно по крайней мере вот из тех сортов с которыми мы работаем из того сырья которым мы работаем при этом начальный сахар в районе 17 брикс это вообще классный материал с которым прям очень приятно классно работать и из этого делается пятнат даже не классика а пятнат и принципе на некоторые как бы сложности да мы можем закрыть глаза но мы тоже мутно я вам уже говорила ну что это какашки какие-то абсолютно натуральные продукты которые там есть поэтому можно этого сильно не смущаться нет у вас бутылок нет у вас ничего хотите попробовать конечно это не лучший вариант вы можете залить в пластиковые бутылки в литровые да вы там не снимете с осадка ну ничего просто попробуйте там кстати можно контролировать давление подходить бутылочку жмякаете да и чувствуете она прогибается или она уже очень твердая если она уже очень твердая можно попробовать ее открывать то есть в принципе в принципе можно с этим всем поэкспериментировать вот и имея только виноград а пластиковый бутылок уже точно у всех дома найти можно да и не держите в них долго не держите мне в год могут до нового года сделать приятный легкий напиток а почему нет вот попробуйте и я уверена что потом вам понравится вы переключитесь на такой типе по крайней мере будете делать их с удовольствием есть определенные сложности да в расчете сахара есть определенные сложности в осветлении но это не такие уже сложности в принципе все это можно легко преодолеть надеюсь вам видео было интересно большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще я вам оставляю ссылку на плейлист по игристым винам где вы можете посмотреть все нюансы в общем-то наши эксперименты которые могут за эти годы проводили с игристыми винами но я с вами прощаюсь до новых встреч в общем-то